Как наладить раздельный сбор мусора в своем дворе? Как привить своим соседям экологическое мышление? Есть ли шанс продлить жизнь вещам, на производство которых тратится много ресурсов? Ответы на эти вопросы можно было получить на площадке эко-фестиваля, развернутой в известной Одинцовской студии «Хронотоп». Ну это должно быть естественно. То есть навязывать как-то, говорить, что вот, значит, с завтрашнего дня собираем мусор раздельно, а какими-то директивными методами, я думаю, что это не будет работать. Это нужно делать через популяризацию, через такое донесение, чтобы людям сами было приятно это делать, хотелось это делать. И люди делали это осознанно, они понимали, зачем они это делают, почему это важно. Эко-фестиваль проходил в нескольких секциях. Помимо площадки для раздельного сбора мусора и утилизации батареек, работал фримаркет. Сюда можно было принести еще хорошие, но уже надоевшие вещи, присмотрев себе взамен что-то нужное, принесенное другими людьми. Участникам предлагали поучаствовать и в нескольких викторинах. Например, угадывая назначение бытовых предметов из прошлого века. Справиться с этой задачей человеку моложе 20 лет было непросто. Рядом расположилась выставка эко-плакатов. Мы ее напечатали в рамках проекта «Эко-двор», а сами плакаты и конкурс плакатов был устроен Центром экономии ресурсов, который, собственно, предоставил нам эти материалы. Здесь разные истории, которые представлены обычными людьми, горожанами разных городов. Это учителя, студенты. Один из представленных на фестивале проектов носит название «Добрые крышечки». Мало кто знает, что пластик, идущий на крышке, на рынке вторсырья самый дорогой. Если сдать его в переработку, можно выручить приличные средства и пустить их на доброе дело. Это проект, такой социальный, я бы сказала, он помогает людям с ограниченными возможностями получить то, что им необходимо. Кресла или какие-то инструменты, которые они не могут себе позволить купить. Проект существует несколько месяцев и набирает обороты. Во многих садиках, школах собирают эти добрые крышечки, чтобы потом передать их на переработку и помочь детям, которые нуждаются. Судя по большому интересу, который Экофест вызвал у Одинцовцев, организация таких экологических акций на площадке Хронотопа будет продолжена. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.